Следующий наш репортаж о славном сыне Карачаева-Черкесии, герое Советского Союза Халмурзе Кумукове. О подвиге героя расскажет Шерифат Лепшокова. Халмурза Кумуков – гордость нагайского народа и всей Карачаевой Черкесии. Его бюст установлен здесь. На аллее героев в Парке Победы напоминает нам о его беспримерном подвиге. Он погиб, закрыв с собой амбразуру немецкого пулемета, но остался в вечности. Монумент на аллее героев – один из нескольких установленных Халмурзе Кумукову в республике. Каждый год сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти погибшим в самой кровопролитной войне в истории человечества. Имя героя золотыми буквами вписано в летопись Карачаева-Черкесии. В августе 43-го у села Сухознаменко Харьковской области Украины он повторил подвиг Матросова, закрыв с собой амбразуру вражеского пулемета. Это было решение не восторженного юноши, а 30-летнего мужчины, отца двоих детей. Командир роты позже вспоминал, солдаты не могли двигаться вперед, сдерживал немецкий цот. Уничтожить его первым вызвался джигит из Кавказа, ставший на фронте коммунистом. Не задумываясь, Халмурза пошел навстречу смерти. Цель была достигнута, неумолкаемый шум вражеской огневой точки затих. Рота прорвалась. И все увидели. Дзот был закрыт телом Халмурзы. Директор Республиканской библиотеки Салых Абчаев, как никто, знает об истории этого подвига. Будучи школьником в ауле Кирульдевых, он случайно в газете прочитал среди повторивших подвиг Матросова фамилию своего земляка. Тот еще мальчишкой в 30-х переехал из Иконхалка в Карачаевский аул, работал трактористом в местном колхозе, позже на кирпичном заводе. Со всеми неумным Халмурзаку Муков женился на Шамшият Быттаевой. В семье росли двое детей, с которыми позже был дружен Салых Абчаев. Это он им расскажет о подвиге их отца. Статью школьника о герое напечатают в газете «Ленинское знамя». Его материал прозвучит и в пионерской зорьке. В Гирульдевых посыпятся письма со всей страны. Вот такой материал опубликовали, потом пошли уже звонки, потом уже конкретно мы начали заниматься. Приехал его командир роты стрельков из Украины, встретился с их родственниками, в том числе с женой. Меня пригласили тоже, как вроде человека, который занимается этим делом. Я с ним разговаривал, очевидец, который видел его подвиг. Верный друг с обостренным чувством справедливости, не знавший усталости в работе, Халмурза славился в ауле своими шутками, был великолепным танцором. На фронте пел однополчанам Ногайские и Карачаевские песни. Его любили за доброту и храбрость. Но так, ценивши жизнь, в нужный момент он без сомнения расстался с ней. Я разговаривал с теми, с кем он работал, я застал их. Например, Умаров Касым был такой уважаемый в ауле человек. Касым характеризовал его, значит, как действительно патриота. Был такой Кумуков, однофамилия с его, он председателем колхоза, тогда еще работал. И вот они очень интересно рассказывали о нем. То есть все это было заложено, значит, как говорится, родителями. Вот у него вот это воспитывалось, наверное, все-таки его коллегами, друзьями, товарищами. В 90-м звезду Героя Советского Союза вручили его дочери Зои. Подвиг Алмурзы Кумукова навсегда останется в памяти людей, как символ бесстрашия и беззаветной любви к родной земле. Шрифат Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.